Приветствую вас, Мария. Ваш вопрос. Почему я не принимаю свою маму? Не люблю её, не комфортно в её обществе, я хочу, чтобы она была другая. Ну, по сути, здесь вы проецируете, то есть переносите на неё свои собственные переживания. Не принимаете маму, потому что не принимаете себя, не любите, потому что не принимаете себя, и не комфортно, потому что вам не комфортно идти с собой. Хотите, чтобы она была другая, потому что хотите быть другой с нами, не любите её юмора, потому что, опять же, не любите свой юмор, и во всём в общем дне вы видите себя, она ваше отражение, отсюда её не любовь, то есть вы не принимаете себя. Вот. Что касается недалёкости, чёртвости, злобы, несостоятельности, как женщины и мамы, её эгоизма и подавляющего влияния на вас, то это скорее субъективное оценочное осуждение. То есть вы не можете выдавать это за объективный фактор. То есть то, что это воспринимаете вы ситуацию так, да, но то есть это действительно так, ещё неизвестно. Что касается того, что она злая, всех осуждает и критикует, ну это её право, это её право, вопрос в том, как это задевает лично вас, то, что она постоянно хочет денег, всё измеряет, я говорю, она постоянно изменяет, но обычно она измеряет всё в деньгах, это тоже её право и не совсем понятно, как вас это задевает. И что с этим делать? Да, в общем-то, личная психотерапия, по-говорю, личная психотерапия с тем, чтобы разобрать и проработать ваши отношения с мамой, восприятие себя и восприятие мамы. Всё. Сейчас, по сути, вы повторяете её сценарий. То есть не просто так она вам не нравится, вы испытываете все эти чувства, потому что вы, скорее всего, ведёте себя так, либо зеркально противоположны, что, в общем-то, одно и то же. Так или иначе, вы не свободны, и вот эта вот не свобода, вот она и, соответственно, здесь проявляет себя в виде ваших защитных реакций. Ещё я бы предположил, что у вас есть чувство вины, есть у меня такое ощущение, что у вас есть чувство вины, то есть, с одной стороны, это ощущение, что я должна её любить, я должна что-то для неё делать, с другой стороны, мне кажется, что вы делать ничего не хотите, для неё же. И вот это вот расщепление, такое, своего рода, да, оно достаточно сильно вас тяготит. Из этого расщепления вам, в принципе, тоже нужна помощь для того, чтобы выйти. Не буду, наверное, сейчас глубоко в эту тему углубляться, Мария, да, то есть, вот, ваш вопрос, он такой, то есть, чтобы принять и полюбить какого-то человека, любого, не только вашу маму, нужно принять и полюбить себя, а с этим у нас есть проблемы, очевидно. Вот, я там немножко прочитал, ну, прочитал ваш вопрос, вы там хотите замуж, хотите претендентов, нет, вот, замужество, многие люди пытаются компенсировать противоречие себе, поэтому, поэтому не могут найти претендентов, собственно говоря. То есть, вам, вот, личная психотерапия, Мария, нужно. Вот, на этом всё, я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего, желаю вам всего самого доброго и удачи.